всем доброе утро друзья если кто-то еще не знает меня зовут казаков иван вы на канале мультиспорт на этот раз я еду из москвы в казань 900 километров за три дня сегодня день номер три день когда я доеду до казани и переночую недалеко от города я очень люблю велотуризм надеюсь что и вы тоже его полюбите смотря на эти видео поехали какую красоту я наблюдаю долина реки долина волги кстати здесь меньше комаров гораздо чем 300 километров назад ближе к москве было их очень много прям невыносимо вы видели все прошлой серии сегодня ночью я спал прям голый ходил собирался переодевался прям не боялся выходить из палатки так что чем ближе и возможный оттолк волги или к прекрасному городу казань тем меньше здесь гнуса надеюсь что это так посмотрите какая обочина у меня и кажется я уже люблю чувашу ну или может быть не люблю я еще пока не определился как все гармонично ты это замечаешь только когда хочешь этого когда выходишь из-под городской крыши и входишь в свой настоящий дом природу то и гармония проявляется сразу целый день жары но смотрите у меня справа хороший такой грозовой фронт там уже идет дождь я вижу его если он долетит до меня то я наверное буду ему очень рад потому что мне очень жарко и мое тело будет только рада такому поливу сверху не очень презентабельный конечно вид у стеллы когда здесь все отремонтирует будет нормально въезжаем когда в спину дует ветер и и когда не светит спалящее солнце над головой сейчас именно тот момент и я так наслаждаюсь кто бы знал как мало надо для счастья велосипедисту здесь только что прошел ливень прям передо мной красное пятно это от руля за три дня потому что еду без перчаток но в целом это терпимо если терпеть классная набережная вообще я таких не видел если честно еще даже в москве ничего подобного нет большая красивая надпись чебоксары жемчужина россии волга сразу яхт клуб через дамбу здесь фонтан по которому я сейчас еду такой хороший большой праздник для детей для взрослых прям в центре города сделали архитекторы здорово прям здорово хочется как бы сразу здесь жить так и должно быть город должен располагать к себе табличка которая говорит что если мне в казань то это направо но я ее не послушаю в этот раз поеду налево на яшкара лу почему потому что есть два пути до казани я выбираю по левому берегу волги потому что по правому сейчас будет ремонт дороги спасибо человеку который меня предупредил где-то в соцсетях поэтому я сейчас меняю берег и поеду еще и в добавок по красивому мосту мне доказание еще 150 сегодня честно говоря сил уже мало здесь прям приятненько докатываться мне еще 75 километров просто замечательное ощущение заминка да еще и бонусом попал в национальный парк мари чадра он же марийский лес называется я вообще честно говоря вот этих вот ребят не очень люблю змей пауков там всяких лягушек тут змея здоровая прям ну типа дыд в длину метра два с половиной кое-как я ее объехал потому что еще фура меня обгоняла при этом и мне надо было от нее влево дать и при этом не сильно на дорогу выехать я очень давно хотел побывать именно в казани не в питере не в сочи а именно в казани да я ждал от этого города какого-то чуда красоты затмевающий все и вся поэтому дарю вам те эмоции которые я обещал вам в первой части этого видео яркие сочные велосипедные то это друзья 5 лет назад где-то посреди россии один дальнобойщик сказал мне ночная казань это красиво и вот спустя пять лет я здесь я въезжаю в ночную казань все что я увидел своими глазами за пару дней в этом городе теперь все это мое ночные огни отражение их в воде казанки люди разных национальностей разные веры в разных богов архитектура города выделяющие его из большой если не сказать огромный безликой кипы городов русских город живет спорт в городе живет искусство в городе живет что касается меня то за пять дней я побывал семи субъектов российской федерации каждый из них сделал мое представление стране в которой я живу более полным а любовь к стране более сильный у нас хорошо путешествуйте и каждый день вас будет наполнен чем-то интересным иногда приятным иногда не очень но главное интересным волга буквально несколько недель назад я сидел у истоков этой реки в 30 километрах я был на селе гере около истока волги там где она еще совсем маленький ручеек и сейчас я нахожусь в месте где эта река соединяет огромные города артерия без которой просто невозможно представить себе наверное сейчас жизнь россии никогда нельзя было представить то это остается у тебя в душе и ты самое главное ты начинаешь ценить природу начинаешь относиться к ней по-другому когда ты живешь бок о бок с ней